Областное отделение Беларусского фонда мира и библиотека имя Ленина на тему Великой Эйчинной войны никогда не обыходили боком. Проведение тематичных мероприемств уже стало доброй традицией. Акция «Мыг этой памяти верная» – еще один суместный проект накированный на захование памяти об миллионах людей, которые были изнижены гитлеровскими оккупантами на территории современной Беларуси. Среди запрошенных на мероприемства гостей – ветераны Великой Эйчинной и были вязни фашистских концлагеров. В мире сейчас немножко неспокойно, и мы должны острое ухо держать и воспитывать наше молодое поколение в плане дружбы. Ну а акция так и называется «Мы этой памяти верны», чтобы не забывать то, что было и то, что мы сегодня должны делать. Акция включила у себя несколько этапов. Старт был даден и проглядом телевизийного фильма «Дорогами спаленных вёсок», специально подрыхтованного телерадиокомпании «Гомель» по заказу Беларусского фонда «Миру». Далее – хвилина маучанья у память об ахвярах Великой Эйчинной войны и успамины былых вязню. Ярким моментом мероприемства стала презентация книг Михаила Шыманского. Выдание включили у себя успамины ветеранов войны, блокадников Ленинграда, вязню и партизан, працавников тылу. 130 экземпляров книг беларусского письменника астрологии «Дзякуй солдаты за перемогу», «Мы этой памяти верны» и «Побратимы» передадены библиотекам района, а так само наводчальным и музейным установам. Когда появляются новые издания, и особенно важны те издания, которые написаны в форме очерков, воспоминаний, на мой взгляд, это бесценный материал для работы по этой теме с молодёжью, потому что нет ничего ближе, чем и понятнее, и проникновение, скажем так, чем воспоминания очевидцев. У рамках мероприемства отбылась ещё одна приемная падея. Было обвешено новое имя заслуженного миротворца. Специальный нагрудный знак областного отделения Беларусского фонда «Миру» за великий особистый уклад в пропаганду миротворчасти, сяброуства и згоды уручены старшине Гомельского городского совета депутатов Ивану Бородинчику. Вольга Славина, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».